Глава шестнадцатая. Движение. Живые организмы находятся в постоянном движении. Вспомните, как грациозны движения газели, стремителен бег русской борзой, величествен полет орла. Двигаются и микроскопические организмы, амеба, бактерии. Но их движения заметны только в сильный микроскоп. Поворачивают к солнцу свои листья и цветки растения. Движение – одно из главных свойств живых организмов. Давайте посмотрим, как же двигаются животные. Их движения очень разнообразны. Так, знакомая вам амеба, образуя выпячивание, как бы перетекает с одного места на другое. Иначе двигаются простейшие, имеющие жгутики и реснички. Инфузория туфелька быстро плавает, ловко действуя ресничками, покрывающими ее тело. Загребая ими, как песлами, она может двигаться назад, вперед, замирать на месте. Многие простейшие животные, а также некоторые бактерии, одноклеточные водоросли, имеют другой двигатель – жгутик. Их может быть один, два или несколько. Жгутик работает как грибной винт. Совершая вращательные движения, он как бы ввинчивает тело животного в воду и тянет его за собой. Движения всех многоклеточных животных, как бы ни были они разнообразны, связаны с мышечной деятельностью. За счет сокращения мускулатуры многие животные совершают волнообразные движения. Так плавают некоторые черви, выдры, угри. Волнами извивается тело ползущей змеи. Многие животные, освоившие водную среду обитания, отлично плавают. Их легко узнать по обтекаемой форме тела и специальным органам движения, назначение которых, силой отталкиваясь от воды, продвигать тело животного вперед. У рыб таким органом является прежде всего хвостовой плавник. Изгибая его в стороны, рыба плывет вперед. Киты и дельфины в своем движении тоже используют хвост. Это их главный орган движения. Только в отличие от рыб, он расположен у них в горизонтальной плоскости. То есть движения плавника совершаются вверх-вниз. Это позволяет китам как быстро погружаться в воду, так и всплывать. Некоторые водные животные используют и такие необычные способы перемещения, как реактивное движение. Например, моллюск, морской гребешок, резко сближая створки раковины, выталкивает из нее назад струю воды и благодаря этому скачками движется вперед. Признанный мастер реактивного метода медуза. Распустив зонтик, она втягивает в его полость воду, после чего толчком выбрасывает ее назад, а сама продвигается вперед. Тем же реактивным способом, но гораздо энергичнее, пользуется кальмар. Водоплавающие птицы плавают, используя плавательные перепонки на пальцах. У утки-кряквы они находятся между тремя передними пальцами. При плавании перепонки растягиваются и работают, как лодочные весла. Другие птицы, например, пингвин, плавают с помощью крыльев. Вес наземных животных не компенсируется средой, поэтому передвижение по суше дело гораздо более трудоемкое. Тяжелее всех приходится ползающим животным, которые прокладывают себе путь в толще земли или на поверхности, волнообразно сокращая лишенное конечностей тела. У земляных червей и многих других существ эти волны действуют по принципу «тяни-толкай». Отдельные сегменты один за другим сжимаются и удлиняются, подтягивая и подталкивая друг друга. Большинство позвоночных и членистоногих это ходильные животные, то есть при ходьбе они опираются на конечности – ноги. у насекомых их три пары и проблема устойчивости перед ними не стоит. У присмыкающихся, например, у крокодила, две пары ног располагаются по бокам тела так, что бедро параллельно поверхности земли и перпендикулярно голени. Таким образом достигается устойчивость тела ящериц, варанов, но при этом тело их невысоко приподнято над землей и они вынуждены волочить брюхо. Отсюда и их название – присмыкающиеся. У млекопитающих бедро и голень составляют одну линию перпендикулярную поверхности земли. Такое расположение ног позволяет им двигаться быстро. Движения млекопитающих разнообразны. Они могут ходить, бегать, прыгать, плавать, а некоторые, например, летучие мыши, даже летать. Среди млекопитающих в зависимости от того, как они опираются на стопу, различают стопоходящих при ходьбе опирающихся на всю стопу – так ходят человек, медведь и пальцы ходящих при ходьбе и беге опирающихся на пальцы, что значительно повышает скорость их бега. Так двигаются кошки, собаки. Есть среди млекопитающих и копытные, которые бегают на кончиках одного или двух пальцев. Они передвигаются быстрее всех – лошади, олени, косули. Животных, которые летают, значительно меньше. Это прежде всего насекомые и птицы. Полет возможен благодаря подъемной силе, которую создает крыло. Это связано с тем, что давление воздуха под крылом больше, чем давление воздуха, проходящего над крылом. Разница в давлении и создает подъемную силу крыла, которая удерживает животное в полете. Самые лучшие летуны – птицы. Крупные перья их передних конечностей образуют самый совершенный летательный аппарат. Кроме крыла, у птицы есть целый ряд других приспособлений к полету. Это обтекаемая форма тела, легкий скелет, большинство костей полые, хорошо развитые летательные мышцы, воздушные мешки, уменьшающие вес тела и обеспечивающие лучшее поступление кислорода в легкие во время полета. Растения тоже способны к движению, но в отличие от животных, у них перемещается не весь организм, а только его отдельные органы или части. Вы, наверное, замечали, если закрытый цветок тюльпана внести из прохладного места в теплое, то через некоторое время он раскроется и наоборот. Цветки многих растений закрываются на ночь или перед дождем. У некоторых цветки закрываются и открываются в одно и то же время. По ним можно сверять часы. Листья гороха, фасоли в темноте складываются, а на свету раскрываются. Известны у растений и достаточно быстрые движения. У тропических мимоз, нашей кислицы, при сотрясении, например, от удара в капель дождя, листочки, составляющие сложный лист этих растений, быстро сближаются и весь лист паникает. Интересно знать, что непревзойденный спринтер, гепард, способен бежать со скоростью 95 км в час, а серый кенгуру одним прыжком преодолевает расстояние до 12 метров. Маленькие паучки умеют летать без всяких крыльев. Паучок просто придет тонкую нить нужной длины. Ветер ее подхватывает и, случается, относит странника на несколько километров. Итак, ребята, движение это проявление жизни. Животные способны к активным перемещениям, а у растений могут перемещаться только органы или их части. Продолжение следует...